Воспитанники Каннской колонии умеют не только отлично танцевать, но и вживаться в роли. На сцене исправительного учреждения они стали не только великими русскими поэтами, но также и их персонажами из классических произведений. Милая Марья Гавриловна, не могли бы вы уделить мне хоть минуточку? Данные выступления осужденные подготовили специально для гостей всероссийских макаренковских чтений, которые здесь проходят уже в девятый раз. Для Каннской воспитательной колонии это своего рода итог проделанных работ 22 педагогов, что трудятся в стенах исправительного учреждения. Мы уже несколько лет, с 2004 года являемся исследовательской базовой площадкой, которые в разные годы по-разному назывались, нашего краевого института повышения квалификации. Конечно, мы можем назвать большое количество наших участников в различных дистанционных, олимпиадах, конкурсах, муниципального уровня, даже регионального и международного. Но по большому счету, я считаю, что наш результат – это воспитанники, которые успешно устроили свою жизнь уже после освобождения. И на протяжении нескольких лет мы ведем свой собственный социально-педагогический, социально-психологический проект, который называется «Я не вернусь». И отслеживаем судьбы наших воспитанников. Как отмечают педагоги, многие ребята после выхода на свободу ведут законопослушный образ жизни, заводят семьи и даже имеют свой бизнес. Но добиться для осужденных такого светлого будущего не так-то просто, говорят учителям. Для этого постоянно разрабатываются самые разные методики, среди которых даже настольная игра. Представили примером, что такое конфликт. То есть, через образы им легче работать с этим. Своими наработками педагоги Каннской воспитательной колонии с удовольствием делятся с коллегами из правительных учреждений Сибирского федерального округа. Которые посетили макаренковские чтения. Но помимо них на мероприятие пришли и работники местных муниципальных учреждений. Специалисты говорят, их опыт может пригодиться в любой сфере. В этом году у нас тематика, соответственно, педагогический коллектив воспитательной системы Антона Семеновича Макаренко. В этом году мы говорим именно о том коллективе, который проводит ту грандиозную работу по тем прекрасным теориям, которые оставил нам в наследие Антон Семенович Макаренко. Ярким примером по работе со сложными подростками стал советский всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко, которому и посвящено данное мероприятие. К сожалению, мы сами признаем, что у нас очень много методик работы с благополучными подростками. Юнармия, всевозможные слеты, всевозможные творческие мастерские, а с трудными подростками работает только правоохранительная система и уголовно-исполнительная система. Так получается. Идея проводить подобного рода мероприятия в ГУФСИН Красноярского края возникла еще 20 лет назад. Теперь разработки наших педагогов ценятся не только на всероссийском уровне, но также и международном. А макаренковские чтения уже давно стали знаком качественного воспитания молодежи. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.